МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Послушаем тебя сейчас. Да, ну-ка, расскажи что-нибудь нам. Ему не обязательно принимать раз в неделю этих месячных крошек на дне малютки, но осматривает каждого и очень внимательно Алан Бериев. Зав. педиатрическим отделением считает, что должен руку на пульсе держать, в смысле знать всех малышей и их родителей в лицо. Заходит иногда и на прием коллег, теперь и подчиненных. Развивается как ребенок? Все хорошо у них. Все хорошо? Пошли в 11, да? Да. Говори, девочка умница, улыбчивая. Я когда ребенка вижу, у меня сразу настроение поднимается. Во-первых, я почему сижу на этих днях малютках, месячных детей смотрю? Потому что я люблю детей. Тогда я же могу туда посадить педиатра, который будет их так же смотреть, как я. Но я сам, я хочу их сам видеть всех, я хочу видеть родителей. Когда на учебе курс педиатрии начался, все назначили с детьми, мне понравилось, и потом я вообще перешел на педиатрический факультет. Я сначала на лечебном факультете учился. После вуза посоветовали, поезжай в сельскую больницу, там отличный опыт можно получить. Не раздумывая, оказался в бердюшье. И тут началось. Сейчас улыбкой вспоминает, как первое время родители с малышами просто отказывались приходить к молодому педиатру, да еще мужчине, на прием. А когда через полтора года уезжал, сокрушались. А как же мы без Алана Феликсовича? Перебрался в Тюмень, в пятую поликлинику, тоже педиатром. И здесь история повторилась. У меня одна семья была такая интересная. Они вызвали врача на дом, я пришел к ним. Мама характерная такая, открывает дверь. Ой, здравствуйте, а вы кто? Я говорю, доктор, врач ваш, педиатр участковый. Так вы же молоденький, я же больше вашего знаю. Я говорю, ладно, вы вызывали, мне надо проходить-то ребенка смотреть. Ну да, проходите, посмотрим, что вы там мне порекомендуете. Ну и все, до сих пор у меня лечится. Даже они живут далеко, и по телефону звонят, консультируются. Он вырос в Осетии, 10-11 класса и закончил в Нижневартовске, оттуда в Тюменский мед. Его карьере могли бы позавидовать многие врачи. Через три с небольшим года выпускник вуза становится заведующим отделением, да еще в областном центре. Рост, конечно, но... Ты полечил, вылечил ребенка, он приходит к тебе, все, я здоров, у тебя настроение поднимается, что ты помог ребенку, что ты его вылечил. Какие-то все равно плюсы периодические. А организация, когда тут... Конечно, когда какой-то процесс организации, это получилось, тоже настроение поднимается. Ну, более, я бы сказал, нервная работа. Раньше чаще, сейчас реже. Но, когда бывает свободное время, Алан Феликсович просто гуляет по городу. Как-то думается легче о мелочах и о самом важном. Хочется и врачам угодить, но больше почему-то я думаю о пациентах. Мне хочется, чтобы им было удобнее, чтобы у них было время любое, когда они могут обратиться, чтобы была доступность больше, чтобы они могли прийти в будний день после работы, чтобы у нас была такая возможность все-таки работать допоздна. С такой внешностью карьеру в модельном бизнесе бы делать. А Ольга Леденева пошла в медицину. В девятом классе тогда нас, в общем, проф, там какие-то у нас были собрания, и каждому дали поручение. Вот ты там пойдешь туда, ты пойдешь туда. И получилось так, что я попала вот в эту категорию медицинскую. И меня туда отправили. У меня, в общем, задача была такая, должна была сходить в это заведение, узнать информацию для абитуриентов. Вот, и так все произошло. Но плюс все-таки, я же говорю, у меня бабушка медсестра, вот, все-таки тоже свою роль, наверное, сыграла. Медучилище и только потом вуз. Лишь на четвертом курсе Ольге стало ясно, что ее больные, особенно недовольные, не раздражают. Скорее наоборот, хочется всем помочь. Я устроилась параллельно на работу в дежурный стационар, терапевтическое отделение. И тогда, наверное, я только поняла серьезно, ну, что такое медицина, вот, всю ответственность. Вот, наверное, тогда я полюбила только эту профессию. Заканчивала Астраханскую медицинскую академию родом из Краснодарского края. Кубанская казачка получила диплом и в Тюмень к родителям. Они несколько лет назад переехали в областной центр. И вот уже полгода Ольга Борисовна участковый терапевт. И очень востребована, надо сказать. Мой участок находится рядом с поликлиникой. То есть там волей-неволей ты проходишь. Плюс мой путь до дома – это пешком. Вот. И встречаешь пациентов. Естественно, чем дальше я буду работать, я больше буду знакомиться. Многих я не знаю. Я знаю только своих постоянных клиентов, так сказать. Это возрастная категория. Приятно с ними. И мне приятно с ними, и им со мной приятно. Сами пациенты спрашивают, а можно мы к вам будем ходить там с другого участка? Я же не могу им отказать. Правильно, как я вам скажу? Нет, не ходите. Поэтому. Так, в принципе, и в силу того, что еще не все доктора хотят работать с участковыми терапевтами. Это очень большой пробел. Большой объем работы. Не справляется. Ну вот я же говорю, я много могла чем заниматься, и мне хочется заниматься. Я просто не успеваю. Но я все-таки еще списываю это на то, что я не так давно работаю, еще, может быть, что-то я неправильно сделаю, там, время свое не распланировала. А так, конечно, это, ну, например, с семьей это уже не очень совместимо. Она ходила бы в тренажерный зал, чаще встречалась с друзьями, да и просто сидела дома на диване с книжкой, но участок забирает почти все время. И вот так вместе, по-семейному, за столом. Тоже не всегда случается, потому что папа – летчик. Кстати, такую симпатичную дочку, наверное, вне конкурса взяли бы в стюардессы. Да только ей это вообще не надо было. Мы были, наоборот, очень удивлены, когда она после девятого класса решила поступать в медучилище. Ну? Это было как гром судья, ясно, не бы пришла и заявила, и все. Я буду поступать. Вы участия не принимали никакого. Вот кто знает, с чего начинается врач? С лекций, сессий, первой практики или посещения морга? Первые три курса, они самые тяжелые. То есть практически одна зубрёжка, теория, анатомия. Первый раз в морг я попала. Ну, это жутко. Когда я вот самый первый раз, это мало приятного. Действительно, даже ты не можешь потом кушать. Но потом втягиваешься, привыкаешь. Ольге было проще, чем другим студентам. На руках диплом медсестры. И особый опыт. Это неизбежно в профессии. Стало свидетелем ухода человека в мир иной. Тогда либо уходишь, либо на голову становишься выше. Сравнивать поликлинические условия, то есть я этого не вижу. А там просто человек умер на руках. Это было неприятно. И был молодой возраст, где-то лет 35. Ну, там он сам себя, конечно, вогнал. Тут не вина медиков. Но вот это было жутко. Ну, и вообще забываешься, что ты должен сделать. Какие-то манипуляции. Ну, тогда я была медсестрой. Я просто выполняла назначение врача. Тогда чуть не бросила медицину. Обошлось. А теперь просто не может без белого халата пациентов приема в поликлинике. Наконец-то своя крыша над головой. И вроде не женское это дело, ремонт. Но она с удовольствием его делает. По мере сил, конечно. Анастасия Лиханова с мужем всего три месяца в Тюмени. А до этого выпускница нашего меда семь лет работала участковым терапевтом в Мурманске. Потому что здесь самые близкие родственники есть. Мама, папа, мужа, родители здесь живут, братья. Настоящие друзья. Студенчество здесь было. Поэтому всегда хотелось вернуться обратно в этот город. После окончания института тетя меня забрала обратно. У меня тетя была заслуженным врачом Российской Федерации. И я работала под ее началом. Это был самый, наверное, верный шаг в моей жизни. Потому что она меня многому научила. И я ей во многом благодарна всему. То есть все, что я умею сейчас, это все благодаря своей тете. Ее родители в Упоровском районе. Обычные труженьки. А вот у Насти, по сути, не было выбора. Честно, не мой. Это был выбор моих родителей и моей тети. А потом я уже влилась в это и поняла, что действительно это мое. Училась в Тюменском медида с таким азартом. И это, наверное, тот случай, когда взрослым лучше знать, что нужно ребенку. Вспоминай студенчество как самое золотое время. Эти сессии мы запомнили все на всю жизнь. Мы учили день и ночь. Потом после сессии все было хорошо и гармонично. То есть учились, жили себе в радость. Как бы ни в чем себе не ущемляли себе учеба. И вообще эти годы были самые замечательные, наверное. Хотя были очень сложными. Я немножко жалею, что я пошла не в хирургию. Потому что мне больше нравится что-то видеть, что-то делать. Но и терапия тоже, в принципе, очень обширный объем. Можно и хирургию мы захватываем. Когда не с кем проконструктироваться, мы так же лечим этих пациентов. Но вообще, конечно, я люблю такие интересные вещи. Я бы вскрывала фурункулы, там чего-нибудь такое бы. И вот эти трупы, когда мы ходили в морг, вообще никакое не было ни отвращения. Наоборот, это было все очень интересно. И вот, не знаю, хотя правда, действительно, я не знала вообще и не хотела никогда быть врачом в детстве. Я хотела быть учителем начальных классов. Теперь Анастасия Викторовна считает себя абсолютно счастливым человеком. И это при том, что на участке около трех тысяч пациентов. Терпения хватает на всех, и пожилых, и молодых. Если ты врач, уже даже если хочется нагрубить, нужно где-то перемолчать. Улыбнуться и немножко этот момент заметь. Да, даже на приеме, когда бывают и пациенты некоторые, ведут себя не очень хорошо, да, и могут нагрубить. И требовательское отношение какое-то. Но в этом случае как-то надо мягко выходить из ситуации. Ни в коем случае не грубить, как-то помягче. И пациент потом понимает это, что ты к нему не настроен негативно, а наоборот, хочешь помочь ему и вникнуть в его проблему. У нее для каждого пациента припасена фирменная улыбка, которая тоже немного лечит. Может ли с диагнозом или терапией промахнуться? Не исключено. Уверена, что врачебных ошибок бояться нужно, но не зацикливаться. А с улыбкой и только вперед. Желательно процентов 70 уделить пациенту. Хотя бы, знаете, посмотреть в глаза ему, понять вообще, что он хочет от тебя, чтобы понять проблему его, посмотреть, жалобы выслушать. А в дальнейшем назначение эти сделать, обследование какое-то порекомендовать. Ну, желательно, конечно, с пациентом больше работать и общаться глаза в глаза. Бериев, Лиханова, Леденева. Молодые врачи друг с другом никогда не встречались. Но теперь их связывает одно – Тюмень. Был выбор, но они предпочли этот город другим – Анастасия Викторовна. Там, в Мурманске, остались друзья и первый опыт самостоятельной работы. Но здесь она дома. Почему-то особенно не скучаю. Просто там была у меня налажена жизнь. Налажена была работа. Мои пациенты, с которыми я 7 лет работала на участке, как бы знала, что ожидать от этого дня. Да, когда приходишь на работу и хотелось идти на работу, заходил в поликлинику с улыбкой, потому что встречал своих знакомых, больных, коллеги свои. Ну и здесь, как бы уже, знаете, в магазине люди с тобой здороваются. Тоже уже узнают и помнят. И как бы это тоже очень приятно. Ольга Борисовна с легкостью поменяла юг на север. Теперь вот бабушек и дедушек хочет перевезти. Пусть и они откроют для себя неповторимую Тюмень. Снег. Наконец-таки Новый год встретила со снегом. Это первое. Успела съездить на источники горячие. Алан Феликсович считает себя везунчиком, потому что в свое время город правильно выбрал. Сюда привез молодую жену, уверен, что только в Тюмени. Может быть успешен и счастлив. Меня много здесь держит. Я люблю этот город. Я во многих городах России был. Я не был только в Питере. И вот не считая этого города, Волгограды, Самары, Новгород, Москва, больше чем Тюмени ничего не нравится. На первом месте для меня здесь люди. Они какие-то другие совсем. Всем другие люди. Я когда приезжаю, у меня здесь не бывает. В отпуске я приезжаю, я просто гуляю, езжу по городу. По ночному городу. Я люблю этот город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»